Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Минтруд России рассматривает возможность введения личного взноса на накопительную пенсию из заработной платы граждан. Обсуждение идей начнется в следующем году. Предполагалось сделать этот взнос на уровне 1-2% от заработной платы россиянина. В перспективе пенсионная система должна быть трехуровневой. Третий уровень предполагает наличие частной пенсии, формируемой физическим лицом. Будет ли взнос добровольным или обязательным, пока не ясно, и этот вопрос еще будет обсуждаться. Чувствую, будет как с платежами на ремонт дома. Все они есть, но никто не платит, ибо веруют, что снова украдут. Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в апреле 2015 года составил 412 тысяч штук. Это на 29,8% меньше, чем в апреле 2014 года. Такие данные сообщает агентство Автостад. По итогам четырех месяцев текущего года ситуация выглядит немного лучше. Объем рынка составил полтора миллиона штук. В лидерах традиционно автомобили Lada. Среди брендов иномарок традиционно лидирует Toyota. За апрель текущего года напродано 43 тысячи штук. На второй строчке рейтинга Nissan. На третьей Chevrolet. На четвертом месте Ford. В общий топ-10 вошли также Hyundai, Volkswagen, Mitsubi, Sereno и Kia. Все марки из топ-40 показали в апреле отрицательную динамику, причем у 19 из них падение оказалось сильнее среднерыночного показателя. Министерство туризма Болгарии увеличит число сотрудников в консульствах в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы справиться с ожидаемым ростом бронирования Last Minute, сообщает Interfax. Новые сотрудники будут наняты в том числе и из местных жителей. Также дополнительные специалисты появятся в консульских отделах в Киеве, Одессе, Кишиневе, Минске, Тегеране, Бейруте, Астане, Тбилиси, Стамбуле и Бурсе. Усиление штата позволит обеспечить быстрое и бесперебойное обслуживание групп и индивидуальных туристов. Курс доллара на 14 мая 49 рублей 53 копейки, курс евро 55 рублей 71 копейка, золото стоит 1938 рублей за грамм, серебро стоит 26 рублей 94 копейки за грамм, цена нефти марки Brent 67 долларов 61 цент за баррель. На сегодня это все, удачи в делах.